Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наташа. Сегодняшнее видео посвящено моим стильным нет. Если вам интересна такая тема, то, конечно же, продолжайте смотреть. Ну и прежде чем мы приступим к теме нашего видео, конечно же, призываю вас подписываться на мой канал, подписываться на мой инстаграм. В инстаграме обновления, новые фотографии или короткие ролики бывают гораздо чаще, так что заходите в гости. Ссылка на инстаграм, конечно же, внизу. На канал вы знаете, где находится кнопочка, чтобы подписаться. Всех приглашаю, всех жду. И давайте теперь приступим к рассказу о моих стильных нет. Мне очень показалась интересна эта тема, и я с удовольствием посмотрела девчонок, которые достаточно так с юмором и, может быть, иногда остро на язычок рассказывали о своих стильных нет. И, наверное, поэтому мне кажется, что видео немного покажется кому-то жестковатым. Я буду критиковать какие-то стили, которые, возможно, кому-то нравятся, и кто-то для себя их приемлет и считает классными и хорошими. Но здесь, скажем так, я говорю конкретно о себе, конкретно, что я приемлю или не приемлю в своем стиле одежды. Кому-то буду оговариваться, что кому-то это абсолютно может хорошо подходить и нравиться, и быть красивым, и человек в этом может смотреться органичным. Но сейчас я здесь говорю только о своем мнении, поэтому давайте все-таки уже приступим. Начну с сумок в виде машин или в виде еще каких-то предметов, которые мелькают иногда даже в метро, где я езжу, и очень часто, конечно, на каких-то фотографиях они бывают, на всяких там, во всяких журналах и так далее. Может быть, этот тренд уже прошел, я не сильно там, когда это сильно было модно, но одно время было просто очень много этих сумок, автомобилей, которые носили девчонки, и мне казалось, это выглядело очень странно. Я люблю необычные сумки, но вот сумку-автомобиль я никогда бы себе не купила и никогда бы ее не стала носить, потому что, не знаю, на мой взгляд, это выглядит как-то несуразно. Кстати, про каждый из моих стильных нет, я буду ожидать, что вы будете давать какой-то комментарий, в чем вы согласны со мной, в чем не согласны, и критика здесь тоже будет восприниматься абсолютно адекватно. Следующее, что я хочу затронуть, и, наверное, меня закидают камнями, это уги. Уги уже очень прочно вошли в нашу жизнь, и уги уже выпускают не только уги, но еще какую-то другую обувь. Здесь я имею в виду конкретно вот те уги, которые у нас носятся зимой, а во многих странах их люди умудряются носить даже летом по пляжу. Я видела такие фотографии в интернете, где Джулия Роберт шла в угах со своими детьми по пляжу. Говорят, что в них не жарко летом и не холодно зимой. Я, честно говоря, сказать не могу, насколько это правда или неправда, потому что у меня никогда не было уг. Я считаю, что этот вид обуви уродует девушек. Если у вас длинные красивые ноги, и, конечно же, он не так сильно вас изуродует, но если у вас невысокий рост, и вы еще надеваете эти уги, которые еще укорачивают ваши ноги, которые, ну, честно говоря, похожи бывают, несмотря на всю их стильность, стразы или что-то еще, которые зачастую похожи в общем и целом на валенки, а когда они еще у кого-то разношены, растоптаны и прослужившие не первый сезон, например, то это вообще бывает, конечно, ужас. Но я не понимаю. Это не для меня, это не мое, мне это не нравится. Я не считаю это женственным. Я могу принимать и воспринимать это нормально только в одном случае, если, например, уги надеваются в лес, где холодно, где снежно, где им самое место. Но когда девушка в офис на работу едет в лугах, ну, простите, это не для меня. Кто меня не поддерживает, конечно же, вы можете иметь свое мнение, но у меня оно такое, уги не для меня. Я надеюсь, что никогда не придет такое время, когда мне захочется надеть уги, потому что я считаю это крайне неженственным. Следующий антитренд, мое такое стильное нет, это тоже будет из одежды, я несколько так, наверное, буду сейчас пока одежды придерживаться, это клетчатые рубашки. Я знаю, что в последнее время очень модно носить клетчатые рубашки, я знаю, что очень многие их носят и нравятся, и кому-то даже идет. Вот в этом конкретном виде одежды я вижу, что некоторым девчонкам очень хорошо и подходит, и они в этом чувствуют себя органично. Я конкретно себя, вот именно я, не чувствую себя органично. Я чувствую себя в клетчатой рубашке, извините, какой-то девушкой, наверное, из 30-х годов, которая является монтажником, или кем-то еще, не знаю, почему такие ощущения. Клетка, особенно красно-черная клетка, она для меня какая-то вообще грязная, я знаю, что она модная, но для меня это не подходит. Другая клетка, она тоже какая-то, какая-то неженственная. Я люблю в целом женственную одежду, и не люблю какие-то такие достаточно грубые формы, поэтому, наверное, это не для меня. Но опять-таки здесь оставляю выбор за тем, кто любит клетку, кто носит ее, кому она нравится, и в полном восторге остается. Я не против. Также здесь я хочу затронуть и бейсболки, и джинсовые комбинезоны, и в целом такой спортивный стиль одежды. Конкретно бейсболки. Я понимаю бейсболку на бейсболисте. Мне она не идет, и я не понимаю это в ежедневном выходе на улицу. Да, это какой-то такой полуспортивный стиль одежды, который подойдет для каких-то спортивных выходов. Пожалуйста, оденьте бейсболку, идите играть в теннис. Но не мое, когда вот это полу такой рэперский, полуспортивный стиль, и особенно бейсболки с прямыми козырьками, которые вот такие рэперские, я их вообще на дух не переношу. У меня, кстати, дочка, например, очень любит бейсболки. Она все время просит покупать вот эти рэп-бейсболки с прямыми козырьками. Они ей очень нравятся. Но вот здесь мы имеем то, что кто-то выбирает для себя один стиль, а кто-то выбирает другой. Это не мое. Мне это не нравится, но я понимаю, что кому-то это может нравиться. Что касается джинсовых комбинезонов, то для меня это стиль, который будет приемлем, но на беременной, который очень удобно ходить в джинсовом комбинезоне. И надо иметь исключительно идеальную, хорошую, красивую фигуру, чтобы вот на вас джинсовый комбинезон вот сидел вот так красиво. И исключительно редкие девушки, которых бы я увидела, им было очень это хорошо. В целом, в основном, для меня это тоже портит и, не знаю, делает некрасивой и неженственной нашу фигуру. То же самое здесь скажу про спортивный стиль одежды, который я считаю приемлемым в спортзале или когда вы, не знаю, вышли в магазин за хлебом из дома, вот выскочили, надели спортивный костюм. Я не понимаю и не принимаю спортивный стиль, сколько бы он гламурным ни был. Ведь спортивный костюм есть спортивный костюм, да. Я его не понимаю вот в обычной жизни, когда его куда-то на выход могут одеть. Ну, извините, совсем не для меня. Как вы поняли, да, мой такой, кто смотрит меня достаточно давно, у меня такой достаточно, не знаю, на мой взгляд, женственный стиль и очень мало присутствует одежды, которая бы была какой-то грубой или мужиковатой, или неженственной. Поэтому я хочу упомянуть также вот такие толстовки, какие-то оверсайз, да, которые большие, теплые и уютные. И я такую могу позволить себе одеть дома, когда я, например, очень сильно замерзну. Если я болею, у меня температура, я очень сильно замерзла. У меня есть такая толстовка, которую я, кстати, не купила сама. Мне ее подарили. Чисто случайно мне она досталась в подарок. И поэтому я могу сказать, что я даже никогда в своей жизни не смотрела, чтобы купить себе толстовку, потому что я это не люблю. Мне это, правда, не нравится и считаю это некрасивым. Не судите меня строго. Возможно, вам нравится такой стиль одежды. Продолжая обсуждать именно одежду, также я не приемлю именно мелкий цветочек на платьях, блузках, потому что я считаю, что он простит. Очень редкие исключения бывают, когда именно мелкий цветочек кому-то подходит и смотрится красиво. Ну, на мой взгляд, опять-таки. Для меня это а-ля 70-е девушка, которая приехала из деревни в город. И это очень часто, независимо от фасона, выглядит именно так. На себя конкретно, примеряя одно и то же платье, на которое, например, монохромный, вот однотонный рисунок, и на котором есть цветочек мелкий или же крупный, например. Крупный узор мне абсолютно хорошо подходит. Мелкий меня сразу простит. И однотонный, это, конечно, мое любимое. Вы, наверное, уже могли заметить, потому что я считаю, что это самое оптимальное, что может быть, на мой взгляд. Поэтому мелкий цветочек у меня, я даже не могу вспомнить, мне кажется, надеюсь, у меня его нет. Нет, может быть, парочку есть, но вот такого сельского варианта из разряда поехать на дачу. У меня есть комбинезон тканевый такой. Он, правда, в мелкий цветочек, и я, правда, в нем максимум могу выйти погулять с ребенком возле дома или поехать на дачу, ну, вот что-то в таком роде, куда-то на природу там, ну, то есть, где это будет смотреться достаточно органично. А так, в принципе, мелкий цветок я в своей одежде не люблю. И последнее будет именно из одежды, это джинсы с низкой посадкой. Я очень рада, что сейчас уходит в большинстве своем эта мода, и, наконец-таки, можно найти много и большой выбор джинс с высокой посадкой, со средней посадкой, потому что джинсы с низкой посадкой, откуда вываливается все, что только можно, в которых невозможно присесть, я не понимаю, для кого они делались. И, ну, конечно, если сверху вы оденете что-то такое, чтобы, когда каждый раз вы сядете на стул, у вас не было видно полхопы, то нормально. А вот эта история, когда ты села, и у тебя сзади вот так вот все оголилось, и ты всему миру это выставила на показ, ну, тоже история не очень красивая, не очень приятная, и мне кажется, что это просто некультурно и некорректно по отношению к другим людям. Вот эта вот история с такими джинсами. Из обуви я вам успела упомянуть только Уги, но совсем забыла про летнюю обувь, которая является такие греческие сандали с большим количеством пряжек, ремешков. Иногда у некоторых это доходит до колена, которое нужно как-то очень долго шнуровать, завязывать. Я тоже это считаю не очень органичным в рамках города, в рамках общественного транспорта, метро, ну, или вот таких каких-то просто выходов на улицу. Мне это смотрится как-то неправильно, но это максимум какой-то, я не знаю, юг, пляж, вот совсем рядом с пляжем, может быть, еще да. Хотя себе я такое никогда не куплю. Мне кажется, вот так вот зашнуровывать ногу летом и не давать ей дышать, это вообще не очень интересно. Для меня, в принципе, если ты особенно, например, находишься на юге, еще хочется одеть какие-то абсолютно тонкие ремешки, тоненькие шлепочки и идти, да, или легкие какие-то балетки. Теперь я коснусь ногтей. Я не люблю острые длинные ногти на руках. Сейчас есть эта мода, и сейчас у многих я встречаю вот эти острющие такие, которыми, наверное, можно проткнуть и убить ногти. Мне этот тренд абсолютно не нравится. Мне нравятся квадратные ногти, мне нравятся полукруглые ногти, но такие слишком острые, хищные, они смотрятся слишком агрессивно в образе. Для меня, это лично мое мнение, никого тут не осуждаю, кто любит такие ногти. Это смотрится слишком агрессивно, это, на мой взгляд, смотрится вульгарно даже. В определенных местах, так скажем, наверное, это будет смотреться нормально, это, может быть, какие-то модные съемки, какие-то модные показы, когда вот это все в едином стиле обыграно. Но когда ты ходишь в офис на работу, у тебя вот такие вот, как будто сверху, не знаю, приклеенные ногти, да, ну, тут понятно, что кто-то их наращивает, понятно, что у кого-то свои. Но в большинстве это нарощенные, конечно, и вообще я считаю, что это не очень модно. Некоторым девушкам, в принципе, по показателям, например, бывают очень тонкие ногти, и им хочется иметь ногти хоть чуть-чуть подлиннее, чем под корень, и они наращивают. Да, понятно, но можно нарастить не такие агрессивные ногти, не такие вульгарные, да, для меня одно слово, вот я не знаю, как по-другому сказать, агрессивные и вульгарные вот эти острые ногти, это какая-то, не знаю, цыганщина, не обижайтесь на меня, это лично мое мнение. И также, что касается ногтей на ногах, для меня тоже очень странное такое наблюдать, особенно летом, я не знаю, как зимой эти девушки, обрезают они свои ногти или нет, но это длинные ногти на ногах. Особенно часто это делается под французский маникюр, когда вот это вот достаточно прилично, на полсантиметра или у кого-то на сантиметр отросший ноготь торчит, и, конечно, зимой мне не ясно, как эти девушки носят колготки и как они засовывают, то есть то ли они покупают себе обувь на размер больше и даже летом, чтобы одеть туфли. Вот если вы любите отращивать ногти на ногах, расскажите мне этот секрет, потому что у меня нет таких подруг, которые отращивали ногти на ногах, и мне всегда было интересно, для меня это всегда было загадкой, и, боже, думаю, ну как же она одевает обувь, неужели она себе всегда берет на размер или на пол размера больше, чтобы тиснуть ногу с ногтями в узкую обувь, например, в узкие лодочки на каблуках, вот как это происходит. Пишите в комментариях обязательно, что вы об этом думаете. Ну, совсем немного у меня осталось моих стильных нет, которые я смогла припомнить, и вот категорически так не воспринимаю. К одному из них относится такой сильный загар из солярия, когда чересчур, когда его много. Я вообще, в принципе, ну могу сказать, что в своей жизни, может быть, только пару раз ходила загорать солярий, и я поняла, что это не для меня, и тем более, когда вот у нас стала вот эта история продвигаться с тем, что это очень вредно для кожи, с тем, что это можно заработать рак кожи, и я понимаю, что мне мое здоровье дороже, но и в любом случае я лучше загорю в естественных условиях. Каждый делает для себя выбор сам, с солярием конкретно. Кто-то ходит и придает такой легкий оттенок своей коже, но когда я вижу девушек, сейчас, слава богу, их становится все меньше и меньше, но еще несколько лет назад их было очень много. Когда я вижу этих девушек, у которых вот просто кожа, как, не знаю, пересушенная, с чем это, пересушенный какой-то банан, что ли, вот такой сморщенный, особенно если это в возрасте, вы все знаете, что солярий пересушивает кожу, и я постараюсь найти вот эти фотографии, которые именно тех, кто злоупотребил этим, и кто не понимает, что это уже чересчур, что это уже просто смотрится ужасно, по-другому сказать нельзя. И теперь я перейду к лицу и пару раз скажу о лице, и тогда уже буду заканчивать. Из, в принципе, лица, что я могла для себя вспомнить, я, конечно, очень не люблю, когда на лице нет макияжа вообще как такового, и даже скорее может быть не то, что нет макияжа, а когда лицо оно неухоженное, и видно, что девушка или женщина за собой абсолютно не следит, то есть абсолютно не следит за состоянием своей кожи, за состоянием своих бровей, и затем вообще как она вот, знаете, проснулась, там, не знаю, завязала хвост и пошла. Вот эта история совершенно не про меня. Такое могло случиться у меня. Мне было очень лень, когда я была беременная, и я, наверное, меньше красилась, но и то, когда я ходила на работу, когда я ходила в люди, в гости там или еще куда-то, я всегда это делала. Здесь больше касалось того, что сидя дома, мне не очень хотелось это делать. Мне, правда, было лень уже на последних месяцах. И здесь понятная история, потому что когда ты беременна, ты как-то вот меняется твое сознание, вообще мыслишь другими категориями. Но если говорить о девушке, которая молодая, которая, или пусть даже не молодая, которая идет в офис на работу, которая идет там на учебу в институт, или куда бы то ни было, кто-то еще в школе начинает краситься, и у которой вот просто что-то, как будто она не посмотрела в зеркало. Я не хочу никого, правда, обижать, стараюсь подбирать выражения, но мне кажется, что все-таки за собой нужно следить, нужно стараться делать себя привлекательнее. Конечно, естественная красота – это хорошо, да, но естественную красоту ее как-то нужно подчеркивать, и не всегда вот, мы же, грубо говоря, не ходим там без одежды, чтобы всем свою естественность показывать. Также и лицо здесь. Красиво бывает, когда легкий какой-то макияж, даже у девушек, или когда у девушек красивые, аккуратные брови, это всегда смотрится гораздо лучше, нежели без этого. Ну, не воспринимайте меня критично, те, кто не любит краситься, но, наверное, таких девушек на моем канале минимум, потому что мой канал о косметике, о макияже и о всем таком. И последнее, что я вам сейчас хочу упомянуть, это нарощенные ресницы, которые забыли снять. Да, да, есть такие девушки, которые, нарастив ресницы, продолжают их носить до тех пор, пока последние волоски не отпадут. То есть они их не делают коррекцию, они не идут их, не снимают. Они, видимо, один раз там, не знаю, накопили денег, или у них там потом нет времени, пошли, нарастили, и больше все ждут, когда они отвалятся. И это такой ужас, когда вот торчат какие-то вот эти вот куски ресниц из глаз, и ты просто понимаешь, что человек с собой делает, зачем ему это? У меня, Боже, терпения не хватило, я бы сама их выдрала, если я не могу пойти снять это наращивание ресниц. Но это выглядит просто, в высшей степени ужасно. Девушка нарастила ресницы для того, чтобы быть более симпатичной, более красивой, и потом вот этот вот ужас на глазах, когда они выпали, и осталось три пера каких-то торчать, это просто страшно выглядит. Если вам это нравится, это ваш выбор. Я говорю здесь только о своем мнении, не поймите меня неправильно. Итак, это были все мои стильные нет, о которых я вам хотела рассказать сегодня. Пишите, что вы не приемлете, что для вас конкретно не подходит и не нравится, и вы не можете это увидеть в своем образе. Мне будет интересно почитать, может, в чем-то наше мнение совпадут, и может, найдется еще куча стильных нет, о которых я вспомню для нового видео. Всем спасибо большое за внимание, спасибо, что смотрели меня. Ставьте пальчик вверх, если вам понравился этот ролик. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok